Спасибо. Итак, мы остановились на том, что мы с вами записали таблицу неопределенных интегралов по таблице производных. Ну, давайте мы здесь еще с вами подпишем некоторые интегралы, которые вы знать, соответственно, должны. И потом мы со временем с вами поймем, откуда они у нас получаются. Итак, интеграл очень похожий на девятый, который выглядит следующим образом. Интеграл, а здесь у нас стоит корень квадратный, и здесь стоит а квадрат минус х квадрат. Давайте я даже вот чуть-чуть его отсюда смещу, потому что достаточно громоздко писать. Это на самом деле тоже арксинус и тоже минус аркосинус, только вот такой арксинус от х делить на а, либо минус аркосинус х делить на а. Следующий наш интеграл очень похож на десятый. Это у нас с вами такой единица на а квадрат плюс х квадрат. Вот и у нас есть единица на а аркотангенс х делить на а плюс с. Итак, по поводу того, когда нам использовать, обычно спрашивают, арксинус, когда у нас используется, соответственно, аркосинус. Ну, на самом деле, обычно по задаче у нас это понятно. То есть пока после вас просто встретился такой интеграл, вы можете просто говорить, что это арксинус, либо минус аркосинус, либо аркотангенс, либо аркотангенс. Когда вы решаете, применяете какие-то методы интегрирования, там у вас чаще всего становится понятным, какую из функций нам взять. И еще у нас пара интегралов, так называемых, их называют высокие логарифмы, длинные логарифмы. Итак, интеграл, здесь у нас, соответственно, единица на а квадрат минус х квадрат. Это так называемый высокий логарифм, единица на 2а, логарифм, здесь у нас модуль, х плюс а, а здесь у нас х минус а. Ну, можно писать а плюс х, а минус х, поскольку под модулем это одно и то же. И следующий у нас интеграл называется у нас длинный логарифм. Итак, единица, а здесь корень квадратный из а квадрат, из х квадрат плюс а. Ну, здесь может быть плюс а, может минус а, это без разницы. Итак, это у нас есть логарифм модуля х плюс корень квадратный из х квадрат плюс а. Поэтому здесь число может быть как положительное, так и отрицательное. И тоже плюс констант. Итак, теперь у нас с вами есть таблица интегралов. У нас с вами есть правило интегрирования, да, то есть свойства интегралов. Но заметим, что здесь у нас, когда мы с вами брали производные, да, у нас с вами было правило для произведения, у нас было с вами правило, как взять частные. Да, здесь у нас такого нет. В этом как раз-таки кроется самое неприятное для взятия неопределенных интегралов, что зная только свойства, зная таблицу интегралов, мы все интегралы, мы, соответственно, какие бы мы с вами там ни написали, которые были бы у нас неопределены на каком-нибудь промежутке, мы с вами вычислить не сможем. Да, то есть мы не сможем написать. И поэтому, ну, есть на самом деле целый класс интегралов, которые называются неберущиеся интегралы, да, это не те интегралы, которые у нас студент не может взять. То есть это просто у нас интегралы, такой есть класс неберущихся интегралов. Это означает, что с помощью элементарных наших функций, которые мы с вами знаем, мы записать не сможем. Поэтому искусство интегрирования, то есть если мы дифференцирование с вами прошли по сути за одно занятие, то на интегрирование у нас, конечно, то есть это у нас вещь творческая, да, то есть здесь уже, то есть тут нужно думать. То есть как мы с пределами с вами мучились, что там нужно было думать и понимать, что же там применить, а и в интегралах у нас происходит все то же самое. Итак, ну, теперь мы перейдем как раз-таки к методам интегрирования. Давайте следующий заголовок напишем методы интегрирования. Самый простой метод – это у нас непосредственно интегрирование. Первый метод – это у нас непосредственно интегрирование. Это когда мы сможем использоваться только свойствами и только таблицей. То есть мы сразу пример приводим. То есть, допустим, нам нужно проинтегрировать вот такое выражение. 5 косинусов х минус 3 делить на х dx. Мы с вами пользуемся свойствами. Какими мы свойствами пользуемся? Мы пользуемся то, что у нас интеграл от суммы, ну, соответственно, и разности. И аналогично – это у нас, соответственно, сумма либо разности интеграла. То есть мы можем записать это следующим образом. То есть интеграл от 5 косинусов х минус интеграл от 3 делить на х. Дальше у нас с вами было свойство, что константу, как сам множитель, мы можем вынести за знак интеграла. И мы можем вынести, то есть у нас получается 5 интеграл от косинуса х dx. И здесь можем вынести 3. А здесь интеграл от единицы на х dx. Дальше смотрим, что у нас получились интегралы, которые у нас с вами есть в таблице. Возвращаемся к таблице. Интеграл от косинуса – это синус. А интеграл от единицы на х – это логарифм. Все, мы сюда подставили и получаем 5 синусов х минус 3 логарифма модуля х. Мы и не забываем, что у нас неопределенный интеграл – это семейство первообразных, и у нас появляется константа. Тут внимательно понятно, что у нас и от этого получается константа, и от этого константа получается. Но константы у нас какие? Произвольные. Поэтому если мы 2 произвольные константы будем складывать либо вычитать, мы получим также произвольную константу, которая у нас стоит здесь. Поэтому константа пишется всегда в самом конце, и она всегда пишется со знаком плюс. Потому что c – это произвольное число. То есть, итак, непосредственно интегрирование – это самое приятное, что у нас с вами может встретиться. Следующий у нас с вами метод. Я его выделяю как отдельный, хотя это частный случай у нас будет другого метода. Но здесь я просто настаиваю, чтобы мы с вами, сегодня мы на практике с вами этим как раз-таки займемся, чтобы мы, зная интеграл, который у нас есть в таблице, с помощью метода, который называется линейная замена переменной, сразу выписывали ответы для других интегралов. Итак, то есть у нас линейная замена переменной. И она выглядит у нас следующим образом. То есть, если у нас с вами известен интеграл от функции f от x dx, то есть это есть семейство первообразное f от x большой плюс c, то чтобы проинтегрировать функцию, которая зависит от ax плюс b, то есть у нас здесь вместо x стоит линейная функция, то тогда что мы должны сделать? Мы должны вынести коэффициент единицу на а. Здесь получается у нас первообразное в той же самой точке ax плюс b. Ну и не забыли написать плюс произвольный постоянно. Вот это у нас формула. Она у нас как раз-таки называется линейная замена переменной. Доказательство очень простое. То есть берем производную слева, берем производную справа. Итак, берем производную от функции от ax плюс b dx. Все это у нас под интеграл. Производная от неопределенного интеграла – это у нас опять то, что стоит внутри. Хорошо, записали. Теперь мы с вами должны продифференцировать нашу вот эту функцию. Вот константы, понятно, производная у нас 0. Теперь дифференцируем то, что у нас здесь. Ну, единица на а константа, мы ее вынесли. А дальше что у нас стоит? Дальше у нас с вами стоит производная от f от x. То есть нам нужно взять производную. Как мы будем брать производную? Эта функция у нас сложная. То есть это композиция двух функций. Внешне у нас f большое, а внутренне ax плюс b. То есть чтобы продифференцировать, мы должны взять производную от f большое. Мы дифференцируем как бы. Я прямо напишу, что по аргументу ax плюс b, вот по всему этому аргументу мы продифференцировали. И на производную внутренней функции. Производная от ax плюс b – это у нас с вами а. Итак, производная у нас, если мы будем брать, это что такое у нас получается? Это получится у нас f маленькая в точке ax плюс b. Ну а а и единицы на а, они у нас сокращаются и будет у нас единица. Итак, примеры. Итак, пример. Как этим пользоваться? То есть, допустим, нам нужно посчитать с вами интеграл от синуса 4х минус 3. Заметим, что мы с вами уже знаем, что интеграл просто от синуса – это минус косинус. А здесь у нас стоит вместо x, у нас стоит целое выражение. То есть, здесь у нас как раз-таки ax плюс b. Итак, смотрим на нашу формулу. Что у нас получается? То есть, мы должны взять коэффициент, который стоит перед x и вынести, как единица на этот коэффициент. Этот коэффициент у нас с вами равен 4. То есть, у нас с вами получается единица делить на 4. Дальше у нас должна стоять первообразная. Та же самая, что у синуса. У синуса – это минус косинус. Так и пишем. Минус косинус в точке, в которой у нас была наша первоначальная функция. То есть, точка у нас 4x минус 3. 4x минус 3 и плюс произвольное постоянное. Тем самым мы с вами интеграл неопределенный с вами нашли. То есть, зная просто линейную замену перемен. Итак, следующий у нас метод интегрирования. Это интегрирование у нас с помощью просто замены перемен. Итак, здесь у нас была линейная. Здесь у нас просто замена перемен. И здесь у нас сразу мы сформулируем с вами теорему. Потому что это целая теорема. То есть, теорема интегрирования с помощью замены перемен. Хорошо. Итак, пусть у нас функция f маленькая имеет первообразную. на промежутке a, b. Это опять у нас. И пусть у нас функция φ, которая действует из a, b. Из a, b. Из промежутка тоже у нас альфа-бета в a, b. Она у нас дифференцируема на промежутке альфа-бета. Тогда у нас на промежутке альфа-бета существует следующий интеграл. f от φ от t на φ' от t dt. Он у нас существует. И при этом равен интеграл функции f от x dx. Если мы вместо x подставим функцию φ от t. Ну и здесь, конечно, можно писать плюс константу, но иногда ее не пишут, поскольку сам вот этот интеграл, прошу прощения, вот этот, у нас постоянно. Я здесь вам напишу, но мы сами должны понимать, что вот этот у нас неопределенный интеграл уже содержит у нас нашу константу c. И, соответственно, если у нас от функции f от x, давайте напишем такую черточку, x у нас в данном случае φ от t. И мы можем с вами записать, что это есть первообразная функция f большое в точке φ от t и, соответственно, плюс c. Ну, на самом деле, это у нас частный случай, общий случай нашей линейной замены перемен. Только здесь у нас с вами получается следующее, что здесь у нас на производную функция φ от t. Это у нас в данном случае от t плюс b. И у нас получается как раз таки, когда у нас производная, это у нас получается а. То есть, по сути, наша функция, если мы возьмем умножим на а, мы получим вот эту функцию f большой. Ну, здесь удобнее эту а перенести в правую сторону, на нее просто поделить. Итак, ну, чтобы доказать, доказывается все точно так же, как мы с вами до этого доказывали. То есть, мы просто дифференцируем левую и правую часть. Итак, доказательства у нас с вами. Доказательства следующие. То есть, мы берем и интегрируем то, что у нас с вами слева. Получаем подинтегральную функцию. Ну, а теперь возьмем и продифференцируем то, что у нас справа стоит. То есть, если мы будем дифференцировать f большое от f от t плюс c, то у нас опять здесь стоит сложная функция. Мы с вами знаем, как и она дифференцируется. То есть, производная от внешней функции на производную внутренней функции. Производная внешней функции – это у нас функция f как раз-таки. И на производную внутренней функции – это у нас f штрих от t. Ну, и производная от константа – это 0. И тем самым мы с вами показали, что эта формула у нас с вами верна. То есть, она у нас в общем случае мы можем тоже ее применять. Ну, давайте с вами пример сразу приведем, как ее применить. Пример у нас, допустим, вот такой интеграл. А здесь напишем так. х плюс 1, а здесь делить на корень из х плюс 2. Это х. Ну, я смотрю, что у меня здесь, чтобы проинтегрировать, мне мешает наш вот этот корень. Потому что, что бы я ни делала, я никак не смогу прийти к интегралам, которые у нас табличны. Поэтому, что мы будем с вами здесь делать? Мы возьмем и сделаем замену переменную. То есть, я заменю, то есть, корень из х плюс 2, я заменю за новую переменную. То есть, пусть это у меня будет, соответственно, t. Тогда х плюс 2 – это есть t в квадрате. Но у меня х надо выразить. Х – это получается t в квадрате минус 2. И еще не забываем, что у меня стоит dx. Это у меня дифференциал. И чтобы я его посчитала, мне нужно взять производную от t в квадрате минус 2 и умножить на dt. И это у меня получается, что такое? 2t на dt. Ну, теперь осталось все у нас подставить. х плюс 1. То есть, t в квадрате минус 2 и плюс 1. На х плюс 2 под корнем. То есть, делю на t. И умножаю на dx. То есть, умножаю на 2t на dt. Ну, теперь заметим, что у меня t и здесь t сокращается. Двойку я вообще могу вынести за знак интеграла. И под интегралом у меня получается t в квадрате минус 1 dt. Здесь у меня уже получаются простые интегралы. Интеграл от t в квадрате у нас получается t в третий делить на 3. От единицы у нас получается просто t. И не забыли плюс произвольную постоянную. Итак, вспоминаем, что t – это есть корень из х плюс 2. То есть, у нас получается 2. Здесь получается корень из х плюс 2 в третьей степени. Я напишу таким образом, что это есть у меня х плюс 2 в степени 3 в вторых поделить на 3. И минус, соответственно, х плюс 2 в степени 1 в вторая. И плюс c. То есть, тем самым, вот такой интеграл мы уже с вами смогли решить с помощью замены переменной. Причем здесь замена переменной, она у нас не является линейной заменой переменной. Более сложная у нас получилась. Четвертый у нас метод интегрирования. Это интегрирование по частям. И у нас тоже тут возникает теорема, которая так и называется интегрирование по частям. Итак, что у нас с вами здесь получается? Итак, формулируем теорему. Итак, пусть у нас функции u и v дифференцируемы. И у нас существует, пусть интеграл такой, u' от x на v от x до x. Тогда на этом промежутке у нас существует интеграл u от x на v штрих от x до x. И он равен u от x на v от x минус интеграл u штрих от x на v от x до x. И вот эта формула, она у нас называется формула интегрирования по частям. Чаще всего ее записывают вот в таком виде, что интеграл, давайте ее прямо напишем, прямо красным я напишу. Интеграл u dv, потому что v штрих на dx – это dv как раз-таки дифференциал. Это есть у нас u умножить на v минус интеграл v du. И вот в таком виде чаще всего у нас эта формула используется. И, соответственно, она проще запоминается. Итак, доказательство здесь тоже оно у нас простое. Давайте с вами возьмем и опять возьмем производную от левой части и производную от правой части. Итак, от левой части у нас производная u от x на v штрих от x dx. Это у нас есть просто подинтегральная функция. То есть получается u от x на v штрих от x. А теперь возьмем производную от того, что у нас стоит справа. u от x на v от x минус интеграл u штрих от x на v от x dx. Берем производную. Что у нас получается? Получается у нас с вами следующее. Здесь у нас стоит разность. Это разность производных. То есть мы должны продифференцировать u от x на v от x. И минус производная от интеграла. Это подинтегральная функция. То есть минус у нас получается u штрих от x на v от x. Теперь вспоминаем, как у нас берется производная от произведения. Это производная от первой функции на вторую. Плюс производная второй функции на первую. Заметим, что у нас вот эти слагаемые сокращаются. И остается то, что нам с вами нужно. u от x на v штрих от x. Видим, что они у нас как раз таки получились равны. Итак, пример. Пример для применения нашей формулы. Итак, ну допустим, вот такой интеграл x умножить на косинус x. Забегая вперед, я скажу, что форма интегрирования по частям чаще всего она используется, когда у нас стоит произведение функций, так называемых разнопородных. Ну то есть, допустим, у нас многочлен стоит и тригонометрическая функция. Как бы мы с вами не хотели, мы никогда x в косинус не превратим, да даже в синус. Да и наоборот то же самое. Поэтому здесь как раз таки применяется интегрирование по частям. Итак, то есть наша с вами задача понять, что такое u, а что такое dv. Итак, ну я вам этот пример мы сейчас разберем. Я вам напишу маленькую шпаргалку, что брать за u, что брать за dv. Итак, за u я возьму x. То есть, если x – это u, значит, все остальное – это должно быть dv. Значит, у меня dv – это косинус x dx. Дальше смотрим. В формуле мне нужно найти, что такое dv и что такое, соответственно, v. Итак, dv – это у нас дифференциал, производный от x1, значит, получается просто dx. А v, чтобы найти, я должна проинтегрировать левую и правую часть. Интеграл от dv – это v, интеграл от косинуса – это синус. Ну, теперь подставляем в нашу формулу. u на v. u у нас x, v – это у нас синус x, минус интеграл v – это у нас синус x, на du. du – это у нас dx. Увидим, что мы получили теперь табличный интеграл, и у нас получается с вами следующее. x на синус x минус интеграл от синуса – это минус косинус. и вот здесь, только в самом конце, мы приписываем произвольно-постоянный. И можно чуть-чуть навести красоты. И пишем x на синус x плюс косинус x. то есть вот таким образом мы с вами нашли уже более сложный интеграл и применили интегрирование по частям. Теперь, что брать за u, что брать за dv. Да, это рекомендация. Рекомендацию лучше все-таки следовать, потому что понятно, что если вы возьмете по-другому функции u, v, то формула-то все равно у нас верна. Просто вы придете не к более простому интегралу, а к более сложному. То есть вы себе еще усложните задачу. Итак, запоминаем, что если у нас стоит интеграл, здесь стоит какой-то многочлен и он у нас умножается либо на синус, либо на косинус, либо на e в степени x, либо на а в степени x, на вот какую-нибудь такую функцию, то тогда за функцию u мы всегда берем многочлен. То есть за u берем многочлен, все остальное у нас dv. То есть это у нас первый случай. И второй случай, что если здесь у нас с вами стоит какая-то у нас функция f от x, ну, чаще всего, конечно, это тоже какой-нибудь многочлен. И она умножается на логарифм, то тогда за u берется логарифм. Ну, а в остальных случаях, да, то есть это не только те случаи, когда мы можем с вами использовать интегрирование по частям. В остальных случаях вы уже, соответственно, сами смотрите по задаче. Иногда, если у нас не получается в одну сторону, вы, соответственно, аккуратненько смотрите и за u берете другую функцию. Да, то здесь уже ваше творчество проявляет, должно проявиться в полной мере. Итак, ну, это все, что я хотела вам сегодня на лекции рассказать. Да, и у нас на самом деле уже большой задел на то, что мы с вами... Итак, мы с вами сейчас 10 минут отдыхаем и, соответственно, переходим на семинар. Да, и семинар также у нас с вами будет в зуме. Да, и на семинаре мы с вами обсудим, если у вас есть какие-то там вопросы возникли, там по предыдущим материалам мы тоже с вами это все обсудим. Спасибо. Спасибо.